путин никого не боится но путин боится 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 он никого у себя внутри нет он боится потерять ситуацию контроль над ситуацией в россии внутри иначе бы он не создавал бы эту нас гвардию не столько денег не давал бы силовикам он боится всего что не укладывается в его картину мира так сказать вот сейчас ведь прессуют все что пытается самоорганизоваться в россии начиная от джеков от каких-то комитетов дворовых кончая кино союзами всякими творческими союзами уличными музыкантами на арбате и так далее понимаете в чем дело есть эффект нарастающий такой декомпрессии социальной ну то есть вот такая лавина представьте образ такой такая лавина которая может обрушиться все понимают что лавина может обрушиться потому что ну потому что экономика долго не протянет а как что может явиться вот камушком который эту лавину обрушит никто не знает никто не знает что может явиться этим камушком вот поэтому за лайки сажают поэтому там прессуют непонятно за какие-то за смешные за какие-то глупые вещи потому что боятся всего и путина и окружение боятся путин боится народа путин боится своего ближнего окружения как стали он понимает что его если есть кто-то и убьет то табакеркой по голове то кто-то из самых близких и самых родных людей потому что как мафиози как дон корлеоне он стал проблемой для мафии папа стал проблемой эту проблему надо решать мы знаем в мафии решаются проблемы поэтому он убирает старых питерских друзей и окружает себя молодежью из фсо смотрите кто у него сейчас вот этот но взяла поменял сергея иванова убрал значил нового руководителя администрации кириенко теперь у него вместо володина не вот золотов у него теперь отвечает за нацгвардию проблемные регионы он ставит вообще мальчиков из фсо с которыми он в хоккей по ночам играет дюмина вот к нам в тулу сюда прислал гениал лейтенанта герой россии наверное герой получил за взятие симферополя без единого выстрела да уже возглавлял силы специального силу специальных операций ссо зеленые человечки это его люди но вот он сюда прислал твой генерал лейтенанта дюмина телохранитель его 2 телохранителя он назначил вначале губернатором калининграда фамилию не помню этого мальчика но для меня он мальчик я уже старый я буду мальчиком называть значит но назначил его губернатором калининграда он видимо там все сразу запорол и сейчас он как я понял снова возвращен в москву и он замдиректор фсб работает замдиректором фсб и замечательные фотографии я думаю это не photoshop посмотрите фейсбуке есть путин стоит рядом с ним два телохранителя вот с этими со штуками в ушах такими значит с на с наушником от которого такой вот такой лапша идет провод лапша и один из них дюмин телохранитель значит будущий губернатор тульской области а другой из них мальчик это вот тот который потом которого потом путин назначит губернатором калининградского этого калининградской области кенигсбергской пусть боится и и своего окружения и путин боится игроков очень мощных и сильных боится и европейских игроков он боится он осторожничает солонт он боится объединение европы против него и я думаю что он боится что в классе придет буквально через два дня госпожа клинтон и тогда они трамп и он же окружил своими агентами господина трампа у него там все окружение трампа это люди путина он пытается взломать сервера региональных избиркомов а у них нет единой системы газ выбора и если он сумеет когда у них выбор седьмого восьмого до седьмого восьмого ноября в них восьмого кажется ноября до выбор у них то есть во вторник уже получается то есть послезавтра уже выбора в америке да если у севера взломает то просто потеряются голоса огромного количества людей начнется хаос сорвет выборную кампанию конечно трамп тут же взводит поэтому так агрессивно сейчас настроены против него американцы и цру и фбр вот поэтому я думаю что он бойцы и он попытался их взять на пункт ядерном видите шантажом по поводу нарвы любит мой коллега пианковский замечательный политолог и мой постоянно интервьюер об этом говорить он попытался же взять на пункт нато сказал что он ли дал понять скажем что он может напасть на прибалтов и готов ли вы умереть за нарву он так как бы ментально сформулировал этот вопрос готовы умереть за нарву немцы французы американцы за какой-то городок с русским населением на границе эстонии или и российской федерации он думал что по и ответить что они готовы и понимаете в чем дело и если он нападает на старт члену нато этом шестая поправка до 6 статья кажется если напали на одного члена нато все члены нато должны объединиться и защитить государство которое напал противник если они этого не сделают то практически это будет значит что путин разрушил нато после этого американцы разместили своих солдат по 300 человек по моему в каждой республике в каждой республике в каждой стране балтии эстонии латвии литве просто чтобы они там были и сказали если вы нападете на американских солдат вы это будет расцениваться как нападение на сша и мы ответим всем потенциалом который у нас имеется вооружение то есть они сказали да мы готовы мерить за нарву если вы так ставить вопрос то да и путин все путин спекся совершенно на этом он успокоился и вот сейчас даже последнего выступления на валдае там валдайском форуме еще где-то пытается немножечко так это поиграть в либералы чуть-чуть